Всем привет! Вальядолит, город на северо-западе Испании, один из основных историко-культурных центров страны. С начала XIII по начало XVII века Вальядолит служил местопребыванием двора Кастильских и Испанских монархов. Ныне административный центр одноименной провинции в составе автономного сообщества Кастилия-Элеон. Город расположен на реке Песуэрга в месте ее слияния с Эзгивой и чуть выше ее впадения в Дуэра. Город Валидо впервые упоминается в послании от 1074 года, в котором король Леона Альфонсо VI поручает графу Педро Ансуресу заселить территорию у реки Песуэрга. Существует две версии, когда был основан город. Первая, что основали его римляне и дали ему имя, состоящее из двух слов. Латинского Велес, долина и кельтского Талитом, место слияния вод. Вторая версия придерживается точки зрения, что основали город-арабы, давшие ему название Белат-Валид, в переводе означающие город-валида, правителя. В 1208 году король Альфонсо VIII, отобрав город у Ансуресов, переводит из Бургаса в Вальядолид свой двор. В начале XIV века здесь селится на 30 лет королева регент Кастилии Мария де Малина, перестроив под дворец городскую крепость. В 1346 году Папа Римский Климент VI предоставляет Вальядолиду право создания университета. В 1420 году в Вальядолиде родился будущий великий инквизитор Томас Тарквемада, а в 1506 году здесь умер Коломб. После пожара 1461 года город был отстроен в стиле эсабелина. 19 октября 1469 года во дворце Вивария состоялось бракосочетание принцессы Изабеллы Кастильской и принца Фердинанда Арагонского, приведшее к объединению Испании. Говорят, бракосочетание было тайным, так как король Кастилии не дал на него своего разрешения. Свита жениха прибыла в Кастилию, переодевшись купцами. Кроме того, так как жених и невеста были близкими родственниками, требовалось разрешение от папы. Необходимый документ получили задним числом, и до сих пор историки сомневаются, был ли он подлинным. После завершения реконкисты в 1492 году католические короли сделали в Вальядолид столицей Испании. Во время восстания Комунерос в 1520 году город присоединился к флагману восстания Толедо и влиятельнейшим городам страны Сеговии, Саламанки, Авилей и Гвадалахаря, а затем превратился в столицу мятежа на севере страны. В битве при Вильялоре, 23 апреля 1521 года, силы Комунерос, возглавлявшиеся Хуаном Падильей, были разгромлены, сам он и другие вожди хунты были взяты в плен и казнены. В 1527 году во дворце Пементеле родился будущий король Испании Филипп II. Столицей Испании город пробыл до 1561 года, пока снова не пострадал от пожара. Вальядолид снова становится королевской резиденцией на короткий период с 1601 по 1606 годы, именно в этот промежуток времени здесь родилась Анна Австрийская. Во время печально известной войны за испанское наследство Вальядолид принял сторону Филиппа V. Город сильно пострадал в годы франко-испанской войны начала XIX века. Многие важнейшие исторические памятники были утрачены безвозвратно. В связи с тем, что в начале XX века Вальядолид был крупным по испанским меркам промышленным центром, Великая депрессия оказала существенное влияние на рост в этом регионе право консервативных настроений. Не случайно именно жители Вальядолида в дальнейшем составили основу сторонников Франсиско Франко. Считается, что негативная реакция жителей Вальядолида на свержение короля Альфонса XIII и установление Второй Испанской Республики послужило толчком для роста антиреспубликанских настроений в стране. В городе имеется автозавод компании Renault, завод компании Michelin с головным офисом компании на Пиренейском полуострове, другие крупные промышленные предприятия. В Вальядолиде имеется международный аэропорт. Линия скоростного поезда Ава из Мадрида позволяет преодолеть около 200 километров расстояния от столицы за один час. С 1956 года проходит один из старейших фестивалей Европы, международный кинофестиваль в Вальядолиде, также известный как Семенсе. Благодаря ему испанские зрители познакомились с такими именами, как Ингмар Бергман, Луис Буниэль, Франсуа Трюфо, Анджей Вайда, Федерико Феллини, Эрманно Олми и Элмаз Геней. Фестиваль известен как своего рода испытательный полигон для фильмов, которые были запрещены или имели неоднозначную оценку в обществе. Именно здесь в 1975 году состоялась испанская премьера фильма Стэнли Кубрика «Заводной апельсин». Семенсе всегда характеризовался своей готовностью идти на риск и вводить новшества в свою программу. Реал Вальядолид, футбольный клуб, с сезона 2018-2019 год. Выступающий в испанской премьере, права на который в виде 51% акций клуба выкупил бывший легендарный футболист Роналдо. Основан в 1928 году. Домашние матчи проводят на стадионе Ноева Хосе Сарилья, вмещающем 26 512 зрителей. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения. Удачи!